Получай знания, играючи! Сервис, где поощряют саморазвитие. Здравствуйте, меня зовут Паша Техник, мне 34 года, я долбанец. Ты видел этого рэпера на Верби, а еще в новостных сводках и скандальных хрониках. Он был в колонии строгого режима и на страницах культового интернет-журнала Питчфорк. Все это Паша Техник, человек в маске обезьяны, автор трэш-контента и яркая звезда русского андеграунда. Его жизнь превратилась в реалити-шоу, где смешные эпизоды чередуются с трагедией наркозависимости и попытками от нее избавиться. Но фанаты андеграундного хип-хопа давно знают Пашу Техника как неординарного исполнителя и талантливого битмейкера. Его музыку хвалили зарубежные критики, а тексты сравнивали с авангардной поэзией начала 20 века. Кто такой Паша Техник? Музыкант-визионер или фрик-шоумен? Как его группа «Контейнер» опередила свое время? И при чем здесь Вирджиния Вульф, Даниэл Харамс и Алексей Крученых? Давай искать ответы вместе. А как ты относишься к Паше Технику? Делись в мнениях. Добрый вечер! Вспомни, как в нулевые годы выглядела хип-хоп-сцена. Это был субкультурный жанр, широкие штаны, брейк-данс, заимствованный сленг. Так вел себя рэпер-мажор Децл. А вот ростовская группа «Каста» была другой. Их тексты казались пацанской правдой улиц. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Но были и те, кто летал ниже радаров. Те, кто не ждал коммерческого успеха, ротации на ТВ или признания рэп-сообщества. За такими ребятами стоял настоящий андеграунд. Это и московские интеллигенты из Кровостока, и парни из группы «Контейнер» вместе с Павлом Ивлевым, который взял псевдоним «Техник». Внешне «Контейнер» походили на футбольных фанатов. Они не носили широкие штаны или кепки «Нью Эра». Вместо этого Паша «Техник» надевал поло и бренд «Стоун Айленд». Кстати, эти вещи «Техник» любил за много лет до рэпера Дрейка. Тексты группы — это абсурдистский поток сознания. И ничего похожего в русском рэпе в те годы не было. Такой подвид жанра получит название абстрактный хип-хоп. Если Каста рассказывала истории из жизни, то Паша следовал принципу «что вижу, то пою». Он импровизировал и на ходу подбирал ассоциации. Если на запись попадала случайная смешная реплика, даже она могла стать частью трека. В этом была аутентичность. При всей бессмысленности тексты Паши «Техника» передавали подлинную русскую речь. Музыкальный обозреватель Даня Порно-Рэп отметил это в разборе альбома контейнера «Эдвард. Руки, ножницы, бумага». Контейнер был трансляцией речи, может, не самых образованных и культурных, но абсолютно настоящих российских ребят. Но и тут все непросто. Паша «Техник» смешивал грязные ругательства, запрещенные темы и сюрреализм. Но это сделало его ближе к поэтам Серебряного века и авангардистам, чем к уличным маргиналам. Как понимать строчку «сыр просроченный», «очень вкусно», «кошачий уз», «точечный массаж»? Никак, если от текста мы ждем внятного нарратива и логики. А если не ждать этого? Вспомни футуриста Алексея Крученых, который придумал заумь и писал на несуществующем языке. Или Даниила Хармса, который привносил в страшные стихи детскую наивность. А еще был Александр Тиняков, который натуралистично показывал в стихах половые акты. Они использовали те же художественные методы, что и Паша «Техник» спустя почти что век. Случайные фразы и ассоциации в треках Паши напоминают поток сознания. Это прием, когда мысли переплетаются и перебивают друг друга. Его использовали писатели Марсель Пруст, Вирджиния Вульф, Джеймс Джойс. Спустя много лет поток сознания переняли зарубежные рэперы, вроде Ghostface Kill'а и All Dirty Bastard. То же самое делали и «Контейнер». И этим они вдохновили целую волну абстрактного хип-хопа в России. У лидера «Контейнера» и правда необычное чувство юмора. Убедись в этом сам. Мы подготовили для тебя подборку мемов о Паше «Технике». После саммари обязательно загляни под видео, чтобы вдоволь посмеяться. Эй, девчонка в шестнадцатом ряду! How do you do? How do you do? Да, читать рэп оказалось сложнее, чем рассказывать о нем. Пойду учиться у лучших. Саммари «История русского рэпа» от Децла до Инстасамки. Там, кстати, и про Пашу техника есть. Потом, может, запишу свой «Рэп Технохаус» альбом. Погрузись в культуру рэпа всего за триста рублей. И вспомни, что там был не только АК-47. Ты еще не подключился к нашему сервису? Окей! Янг-интроверт! Лови подгон! Промокод iPhone. С ним не только месяц бесплатного доступа получишь, но и в розыгрыше iPhone 15 Pro Max поучаствуешь. Будешь записывать на него свои демки. Беги по ссылке в описании. Что-то мы отвлеклись. Пора возвращаться в контейнер. Реально, правда. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. Давай поближе познакомимся с группой Паши техника. Коллегами по контейнеру стали несколько его друзей, вроде Блева МС, Максима Синицына и МС Кальмара. Некоторые из них, например, Блев МС, никогда не подходили к микрофону до знакомства с техником. Вместе они создавали треки в домашних условиях прямо возле компьютера. Настоящий лоу-фай. С помощью песен Паша техник превратил в мем «Московский район Лефортово». Несмотря на разгильдяйский образ, техник стал хорошим лидером. Он смог официально выпустить первый альбом группы на лейбле Rap Records. Иногда техник отвечал за лирическую составляющую песни. Паша отталкивался от образа или строчки, который придумывал другой участник группы, а потом сам дописывал текст. Неудивительно, что с таким подходом Паша техник прослыл настоящим эстетом хип-хопа. Да-да, ты не ослышался. Посмотри на стильное оформление альбомов и качественный продакшен. На такой минимализм техника вдохновил независимый американский лейбл Anticon. Еще техник тщательно выбирал битмейкеров, с которыми сотрудничал Эта Радж, РЖБ и Лапти. Многие биты техник писал сам. Послушай кусочек песни «Чеширский микс». Это мало похоже на привычные хип-хоп ритмы, не правда ли? В битах «Контейнер» слышатся элементы IDM, или умной танцевальной музыки. Звук группы сравнивают с электронными проектами, вроде «Атекер» и «Аффикс Твин». Ломаные ритмы, психоделические сэмплы — странные искажения. Если сравнивать звук с современными рэперами, кажется, будто «Контейнер» не пришел к нам из нулевых. Позже фанаты Паши Техника поймут, что битмейкерство для него не просто развлечение. В 2005 году он выпустил сольный альбом MDR44. Это сборник битов, которые звучат смело и экспериментально для середины нулевых. Свой верный сэмплер Паша брал с собой повсюду — на выступления и даже в рехап. А статью о группе «Контейнер» на Питчфорке в 2010 году Паша Техник прочитал в «Колонии». Там он отбывал пятилетний срок за хранение запрещенных веществ. Раз, два, три. Взрывай. Кто как не Паша Техник показывает влияние запрещенных веществ на организм? Конечно, на съемках рекламы или во время концертов он вызывает у зрителей смех или кринж из-за нечленораздельной дикции. Но вместе со скандальностью вещества создают гремучую смесь. Образ безумного и эпатажного хулигана стал прилипать к музыканту. А после выступления на «Версус Баттле» в 2014 году Техник стал знаменит на всю страну. Его оппонентом был рэпер Бролл, который читал заученный текст и пытался оскорбить или высмеять Техника. А Паша был в состоянии опьянения, да еще и надел на голову маску обезьяны. Экстравагантный внешний вид дополнил необычный фристайл. Тогда Паша предлагал Броллу соль для ванн, а еще подкалывал его и оскорблял публику. На сцене развернулся настоящий абсурдистский спектакль. Каждое публичное появление Техника превращалось в перформанс. Это сделало ему имя. После 2018 года Паша превратился в успешного артиста. Его звали на корпоративы, покупали у него рекламу и приглашали на шоу. Все понимали, что сам факт появления Техника обеспечит большие просмотры чему угодно. Эпатаж, перформансы и неадекватное поведение на публике. Это что же, Паша Техник, наш аналог Канни Уэста. Оба гении, которые сейчас стали мемами. Про Канни мы, кстати, тоже о Саммари сделали. Разбираемся, гений он или пустышка по ссылке в описании. В этой же серии Саммари рассмотрим и Майли Сайрус, и Нолана, и Тейлор Свифт. Классная компашка, не правда ли? Разборы твоих любимых селеб уже в сервисе интровертов всего за 300 рублей. Соскучились по выходкам Паша Техника? Возвращаемся к ним. Но такой эпатаж быстро сменился трэш-контентом и скандалами. Его лишали водительских прав, арестовывали и сбивали. Несколько раз Паша Техник попадал в реабилитационный центр, а один раз даже впал в кому. Многие пророчили рэперу печальный финал. Но в конце концов Паша поменял стиль жизни. В 2023 году после очередной реабилитации в клинике музыкант появился на публике трезвый. Появился анонс о возрождении группы «Контейнер». Сперва Паша переживал, что он никому не будет нужен. Тогда он дал интервью, где многие увидели его в новом образе. Он превратился во взрослого и трезвого человека. Техник встал на путь исправления ошибок, но не лишился чувства юмора и азарта. А чтобы ты не лишился новых знаний, проходи тест в конце нашего саммари. Потом ты получишь сертификат главного знатока русского рэпа. Паша Техник оставил яркий след в истории русского хип-хопа. Он опередил звучание жанра и стал новатором как в музыке, так и в текстах. И в конце концов за таким персонажем просто интересно следить в нашей безумной реальности. Субтитры сделал DimaTorzok